Всем привет, ребята! Вы на канале Полина Айс, и сегодня у нас будет видео переписок, потому что я скачала недавно очень крутое приложение, в котором можно читать переписки. Сегодня будет переписка, которая будет называться Новое будущее. Я надеюсь, вам понравится это видео, поэтому ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал. Да, нажимайте красную кнопочку подписаться ниже, и читать я буду на вот таком старом планшете. И давайте же начнём. Как я уже сказала, эта переписка будет называться Новое будущее. Ну что? Давайте. Неизвестен. Привет, Данил. Привет. Сегодня очень важный день. Вы кто? Я не понимаю, о чём вы. Это я. А я — это ты, Данил, в будущем. Звучит глупо, да? Безусловно. В это сложно поверить, но всё же ты — это я. Я просто немного старше и, надеюсь, немного мудрее. Я немного занят. Ты не мог бы написать позже? Странно, да? Да, я очень занят. Пока. Не переживай. Ты поступаешь верно. Физика, вероятно, отрицает возможность того, что сейчас происходит. Однако, чисто технически у нас одна... Нам придётся вытаскивать её из этого дельца вместе. Чего? Серьёзно, кто ты? Я пишу тебе из 2039 года. И я — это ты. Окей, постой. Я докажу свои слова. Ты сидишь в своей комнате в общежитии. Ты студент. Твой сисед по комнате, Олег, спит на кровати прямо за твоей спиной. Снова. На стене висит постер из «Властелина колец». Чтобы узнать всё это, необязательно быть мною из будущего. Я знаю, какой журнал лежит в твоём шкафчике слева от стола. Под комиксами «Люди Икс». У тебя есть маленький секрет. Не так ли? О чём ты? Я знаю страницу, которая тебе нравится больше остальных. Адриана Лима в чёрных кружевах слева. Кэндесс Вейн Пол и Березёвых справа. Сколько часов ты потратил, думая о том, что происходит, когда ты кладёшь эти странички вместе? Что это за дерьмо? Это круто. Твой секрет умрёт вместе со мной. С тобой, вернее. Всё ещё не веришь мне? Я думаю, если кто-нибудь нашёл бы твой журнал, быстро бы понял, что это за странички. Это не так трудно. Что ты несёшь? Окей, спроси у меня о чём-нибудь. Что-то, что ты только что можешь знать. Какое я только что загадал число? Число Пи. Как? Я тебе уже говорил. Как это возможно? Мы сделали это возможным, разработали эту технологию. Каким образом? Я не могу сказать тебе этого сейчас, но ты поймёшь со временем. Дай мне подсказку. Нет. Пожалуйста. Нет. Расследуйся сам, ленивая. Пожалуйста, в кубе. А я уже тогда был компьютершиком. Окей, одна подсказка. Это связано с тахионами. Ты серьёзно? Вполне. Но это далеко не всё, что нужно знать, чтобы прийти к каким-то выводам. Думай сам. Штука в том, что я пишу тебе отнюдь не для того, чтобы рассказать, какой ты молодец в будущем. У меня мало времени. Технология очень опасна и жестоко регулируется властями. И я не должен был говорить с тобой. Это может привести к непредвидуемым к катастрофическим последствиям для всего человечества. Ну и почему же ты это делаешь? Ты должен поговорить с одним человеком. Подробней. Александра Костс. Милая брюнетка. Одевается как панк. Но о её характере это ничего не говорит. Я её знаю. Ты должен спросить её. Тебе она нравится? Она нравится всем. Хорошо. Позови её сюда. Мне совсем не нравится эта идея. В то время я бы сказала так же. Я столкнулся с ней на конференции пять лет назад. У меня появилось очень странное чувство. Странное чувство? Мне сложно как-то это объяснить. Ты распутываешь пространственно-временной континьюм. Просто из-за того, что у тебя появилось какое-то странное чувство? Это не очень звучит, если так об этом говорить. Но проблема в том, что сейчас ты достаточно одинокий парень. Я думала, что смогу изменить это таким образом. Я стану настолько жалким. Я говорю лишь о том, что одинок. Разработка технологий, позволяющей нам сейчас иметь общение, отняла много времени. Ночью напролёт в лабораториях. Идея так себе. Тебе нужно это. Просто поверь. Проводить дни в одиночестве это убивает. Бред. Сделай это для себя. Не будь мной. Бред. Просто поверь мне, она не откажет тебе. Я подумаю об этом. Нет. Ты сделаешь это сейчас. Что конкретно ты имеешь в виду? Сегодня твой последний шанс что-то исправить. Его больше не будет. Сегодня? Нет. Сейчас. Почему сейчас? Слушай, то, что я делаю нелегально. Они могут найти меня в любой момент. Ты должен сейчас её найти. Ты должен сейчас же её найти. Спросить об отношении к тебе и рассказать мне, как всё прошло. Почему ты так хочешь знать, как пройдёт? Ты не понимаешь, как это работает. Ты не можешь изменить моё прошлое. Но ты можешь изменить своё будущее. Если ты так поступишь, не так, как поступил на твоём месте я, это разделит временной поток. И ты никогда не станешь мной. Но ты же знал, что я загадал именно число Пи. Ты всегда загадываешь Пи, когда кто-то просит загадать число. Это несложно для меня. Однако ты увёл меня от темы. Я знаю, что она скажет тебе «да». Я не знаю, где она. Ты знаешь её распорядок дня, придурок. Лен, ты меня обманешь. Окей, сдаюсь. Быстрее. Двадцать минут спустя. Хей, будущее слышит меня? Итого. Она отшила меня. Жёстко. И прямо на людях. Что случилось? Когда я спросил её. В общем, она громко заржала прямо мне в лицо. Это чушь. Я определённо чувствовала, что всё будет иначе. Засунь свои чувства в себе. Мне теперь это долго припоминать будут. Нехорошо. Зачем ты сказала мне это сделать? Если я этим самым разделил временной поток, я могу в будущем и не изобрести этой технологии. Мы не можем этого знать. Ты испортил моё будущее. Я в будущем испортил своё же будущее. Как я мог стать таким придурком? Чёрт, они идут мне пора сваливать. Я желаю тебе сгонять в тюрьме, ублюдок. Прости меня. Просто попробуй найти себе кого-нибудь. Не рвись в поисках идеала. Просто найди ту, которую полюбишь. Ты совершенно не нуждаешься в своих журналах, чтобы удовлетворять свои потребности. Наихудший совет из всех тех, что я когда-либо получал. И я дала его сам себе. Всё оказалось не так, как я думал. Совсем не так. Погоди, мне пишет кто-то. Может, ты поговоришь с ним позже? Моё время почти вышло. Ты знаешь, кто скрывается за никнеймом? Тахион 187. Похоже, это девушка. Говорит, что она видела, как твоя Александра Кост надо мной ржала. Марина Авдеева? Да. Откуда ты знаешь? Ты же вроде как в другом потоке времени теперь. Мы пересекались с ней позже, когда я занималась разработкой этих технологий. Она красивая? Очень. Помимо того, гениальна. Хорошо. Потому что её будущее, я попросила её спросить меня. И я ответил да. Реально? Я рад за тебя. Кажется, тебе вот-вот должны постучать в дверь. Да. И они, похоже, пришли за мной. Как ты узнала? Это не они, придурок. Это Марина. И ты должен её кое о чём спросить. Я не думаю. Мне кажется, сейчас это уже не такая хорошая идея, как раньше. Подумай об этом. Просто сделай это, не думая ни о чём. Стой. Попроси её передать себе в будущем, чтобы она сама подошла ко мне с этим вопросом. Если они ещё на связи. Боже, какой я идиот. Честно говоря, я не совсем поняла, о чём эта история. Если вы поняли, то обязательно напишите в комментариях. Просто мне как-то было немного интересно начитать её до конца. Также не забывайте подписываться и ставить лайки. Всех люблю. Всем пока.